Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если не любишь дожди. Хе-хе-хей, привет всем, господа хорошие! С вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас жизнь механика! Да, ребята, всем привет! Что ж, мы где-то сейчас, опять-таки, в очередной пустыне, но это даже каньон, ты посмотри, господи! Гранд каньон! Да, кстати, у нас здесь тоже есть своя мастерская, как вы помните, вот она, Юрыч, Энтони, и все дела, в общем, мы уже даже лейбл свой купили. Да-да. Самое интересное, ребят, что нам поступила информация, что дети богатеньких пап здесь на своих яхтах рассекают по горным рекам. Я, конечно, не знаю, насколько это правда, но если это действительно так, то, наверное, где-то на берегу мы можем найти довольно-таки неплохую себе лодочку. Да-да-да, поэтому сегодня мы охотимся за лодками и постараемся сегодня что-то найти для себя, для нашего сервиса, починить, отреставрировать и, в общем-то, продать подороже. Да-да-да. Короче, давай, погнали сразу. А ты что не переоделся, алё? А-а-а, сейчас, секундочку, братка. Оп! Нихера ты. Копперфилд, что ли? Видел, да? Видел? А это у меня с собой было. Я понял. Ты под собой как Человек-паук носишь, наверное, второй костюм рабочий. Да, естественно, естественно. Я ещё и прыгаю как Человек-паук. Я понял тебя, братан. Завязывай с водкой. Так, погнали. Так, давай, я за тобой. Слушай, где-то внизу находится у нас уже именно горная река. И мне кажется, что именно там искать и нужно, наши яхты. Господи, вот это дорога. А-а-а. А-а-а. А-а-а-а, в курсе, что он даже не поворачивается просто так. Господи. Слушай, я не знаю, насколько большие яхты будут, а мне кажется, мы здесь не проедем. Мне кажется, да. И что-то как-то сильно далеко. Это придётся, по-моему, помощь вызывать ещё. Господи, тут вертолёт нужен, братан. Опачки. Опачки. А что это у нас здесь? Так, это две яхты. И одна, походу, каких-то служб. Что-то она больно подозрительная. Смотри, Норвегия. А что здесь делать, Норвегия? Подожди-ка, я сразу назад сдам. Посмотри, у неё какие-то сигнальные огни есть. Господи, ты посмотри, как кипичная. Они работают? Кстати, да. Но мне кажется, это какой-то патруль, слушай. Очень похоже. Патруль какой-то. Да. Так, а это что? А вот яхта мажоров, смотри. Обалдеть. Да ладно. Охренеть. Ну-ка, давай глянем её. Слушай, тут даже есть столик. Столик есть. Обалдеть. Мне кажется, что она сгорела изнутри. Ты посмотри, та кухня. Ой. Не, ну прикольно, конечно. Прикольно смотрится. Вот эта яхта. Мне кажется, цена её, ой, выше 200 миллионов. Блин. Это да. Короче, давай попробуем это всё дело вытащить, если у нас получится. Хотя я в этом сомневаюсь почему-то. Ну, я как бы тоже, но надо попробовать. Надо попробовать, потому что надо забирать такой груз 100%. Ну-ка, я хоть сяду, так сказать, за штурвал, ёпси. О. Первый мини-капитан Энтони. Да, да, да. Блин, как чувствую себя здесь прекрасно, а? Хотел бы я свою коллекцию такую яхту одну. Ну вот, если довезём, если сделаешь, будет тебе яхта. Да. Ну я её продам сразу. Так, не, я свою не продам. Ты чё? Энтони, в первую очередь, бизнесмен. Бизнесмен. Да. Оп. Так. Оп. Мне кажется, один раз продать такую яхту, можно вообще не работать. Слушай, такая проблема. Да. Я её не могу тащить даже. Да ты её даже не приподнял. Это да. Ну-ка, давай попробуем ещё. Мне кажется, оно так не работает, братан. Тут-то нормально у нас. Тон. Так она её сама тащит, ты понимаешь, в чём дело-то. Кстати, да. Блин, братан, я не знаю, что у нас сейчас будет. Мне кажется, это мы приплыли уже сразу. Это будет ваханалия, брат. Ох ты, ни хера себе. Давай, давай, ну тащи, братишка. Наши единороги просто дымят, важно бедные. Нет, у меня он почему-то едет, но непонятно, что происходит. Ну, у меня тоже по миллиметру едет. Ну, 4 километра в час. В принципе, яхта большая, тяжёлая, и я думаю, что это вполне нормально тогда. Ну да, это жёстко. Ещё как. Такое ощущение, что она меня подталкивает, а не я её тащу вперёд. Господи, это жесть. Тише, а какого хера у меня-то она опять не едет, ни хера. У тебя, наверное, там дырка в днище. Не на камень носи. У меня ничего там. Смотри внимательно. Всё вроде ровненько, всё это. Ну, камень, но я не думаю, что он мешает ей. Нет, ну я думаю, что мы с тобой их доставим, но это будет очень-очень нескоро. Поэтому, в принципе, думаю, что можно увидеться уже сразу в мастерской. Ну да, я вообще здесь по миллиметру буду тащиться. Это мне надо, я не знаю, что буду тащить её. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Итак, дорогие друзья, мы находимся с вами в моей мастерской. И продолжаем делать лодку. Я, конечно, не знаю, что из этого получится, потому что таким мы никогда не занимались. И это будет очень даже интересно. Кстати, не обращайте внимания на мой голос, я ещё до сих пор болею, поэтому с этим ничего не поделаешь. Кстати, я где-то в каталоге посмотрел, что данная яхта была хромированная. Вы только посмотрите, как она эпично смотрится. Хотя, я думаю, что мы с вами займёмся покраской, потом отдельно и сделаем палубу коричневой. И, в принципе, будет довольно-таки неплохо всё это дело смотреться. Так, сидушка. Сразу то, что бросается в глаза, я думаю, что это сразу же нужно делать. Мебель нужно будет сделать более-менее хорошую. То есть мы пока так накидаем первые образцы, а потом всё это дело уже непосредственно поменяем. Так, хорошо. Ага, тут всё подходит. Отлично, она симметричная. Так, от души. Блин, ну смотри, несмотря на то, что яхту мы нашли в довольно-таки беспонтовых условиях, она всё равно довольно-таки хорошо сохранилась. Я считаю это радостно. Так, отлично. Просто замечательно, я бы сказал. Так. Так, хорош, как родная, просто как родная встаёт. Ты посмотри. Так, всё, крышу мы сделали. Отлично. Так, это что у нас? Это, типа, тоже подобие крыши? Так, окей. Чё здесь можно сделать ещё? Вроде бы, как бы, всё нормально. Так, я вижу, спереди у нас проблемы есть. Оп. Оп. Хорош. Сразу вот так закрываем. И всё идеально. То есть, лодка была, в принципе, в хорошем состоянии. Просто, видимо, подростки её бросили на рифах и убежали, чтобы их не поймали. Блин, ну это, на самом деле, очень хороший куш. Осталось нашу ласточку покрасить. И думаю, что из неё получится довольно-таки неплохой аппарат. Так, что у нас здесь спереди? Думаю, что нужно будет, конечно, здесь поставить нормальные стёкла. Этим я займусь не кадром. И, в принципе, покрасить всё как надо. А то всё блестит, всё некрасиво. Не то. Совершенно не то. Я понял. Так, хорош. Что у нас ещё? Что мы забыли? Вроде больше ничего такого не бросается в глаза чего-то критичного. И вроде всё есть. Так, дырок на днище нету. Ну да. Вроде всё хорошо. Блин, ребят, пишите в комментариях, что думаете по поводу данной яхты. А я сейчас её перекрашу. И, в принципе, увидимся с вами уже непосредственно на реке. Антоха, Антоха, ты посмотри просто. Наконец-то у нас своя собственная лодка. Ещё и река есть. Правда, река у меня проходит через салон, но это не страшно. Да, брат, это не лодка, это настоящая яхта. Её по-моему, у тебя вообще она какая-то мажористая здесь. Да ты посмотри, там чего только нет внутри. Тут, короче, можно с девчонками просто тусить на Карибах. Так я и вижу, ёпси, я своих девочек сюда приведу к тебе, окей? Блин, можно даже под водой спать, ты посмотри, под водой спать можно. Готовим гамбургеры. Да, тут под водой, кстати, это так задумано, видимо. Это, короче, просто триумф инженерской мысли. У меня вот такая вот красавица тоже. Норвежский флаг здесь был, видимо, реально с Норвегии она. Слушай, а у тебя там случайно этих нету? Кого? Пулемётов? Не, нету, он не военный у меня. Не военный? Блин, мне кажется, что это всё-таки патруль какой-то. Ну, может быть, но не знаю. Блин, у меня тут даже подиум есть, на который можешь залезть. Блин, офигенно. Давай прокатимся, попробуем. Давай, с удовольствием. Блин, неплохо. Смотри, рассекаем волны, ребят. Это что-то новенькое. Нужно поддержать лайкосом обязательно. Это точно. Давай, давай, аккуратно, аккуратно только. Я надеюсь, может, когда-нибудь у разработчика настанет день, когда он решит сделать, чтобы лодки не тонули. Вот это, кстати, да. Вот это будет круто. Потому что лодка, она должна быть в первую очередь лодкой. И пускай он добавит нам сюда уже хороший океан какой-нибудь, где мы можем устраивать военные действия, я не знаю, там, бои на кораблях и так далее. Чего ты, Стас, гонишь? Во-во-во-во-во-во-во-во. Я даже на яхте арабиш устраиваю. Арабиш на яхте, это жёстко. Во-во-во-во-во-во-во. Нифига себе, братка, ты перевернулся. Это что было только что? Не знаю. Что у меня лодка рассыпаться начала. Я вижу, брата. Так, а у нас тут дорога в небытие, да, я так понимаю? Ну да, по-моему. Отлично. Настало время покинуть этот мир. Господи. Сейчас, подожди, я разгонюсь по силе. Господи, она у меня вообще дерзкая. Да она реально, она очень хорошо прензает для лодки. Прям вообще, я маму не горюй. Во-во-во-во-во-во-во-во. Чакер Норис. Во-во-во-во-во-во. Просто угла, просто по земле даёт. У меня, кстати, тоже, смотри, так умеет. Охренеть просто. Арабский дрифт на яхте. Да, это жёстко. Сзади я вообще не пойму, что написано там, но что-то написано интересненькое. Ты просто летишь, у тебя там запчасти отлетают. Да, у меня всё отлетает, я здесь и камни собираю ещё. Норм, вообще прёт. Да, просто красота вообще. Да, блин. Конечно, я бы не хотел быть капитаном. Да, это не про нас, брат. Мы лучше будем с тобой так же механиками искать такие потрясающие вещи. Во-во-во. Так, а я куда-то не туда заехал. Господи, что происходит? Меня чуть Кракен не сажал, я понял. Кракен? Ага. Блин, тут камни начались, а вот это жёстко. Ну всё, приплыли, значит. Слушай, а там дальше что такое? Это что? Это что, вниз типа надо ехать? Это водопад, братан. А, это конец типа. Давай. Давай, братан. Ой, как ты красиво ушёл. Я тоже. Я пошёл. Ой, провалился сквозь текстуру. Это было красиво, слушай. Да, красиво ушли вниз. Короче, ждите нас, мы вернёмся, но это не точно. Да, ребятки, увидимся уже в следующей серии. Если вам понравилось, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. До скорой встречи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok